Василь, 67 лет, Франківськ. Как вы ставитесь до украинских политологов, які выступают на российском телебаченні? Говорящие мартышки, псевдоукраинские политологи, которые не вылазят с российского телевидения, я имею в виду таких как Вакаров, Келенкаров и так далее. Эти люди просто, этот Корнилов, эти люди просто живут в России, я их не вижу здесь. А не такие же украинские политологи, как представители Габона или Лисота, или Свазеленда. Это проплаченные России говорящие обезьяны, которые льют грязь на Украину или играют роль людей, при которых льют грязь на Украину, и они не сопротивляются, а совсем соглашаются. Это часть гибридной войны, часть информационного спецназа российского, которые вызывают чувство отвращения и недоумения, как таких вообще земля носит. Вы знаете, я считаю, что наше руководство должно использовать все имеющиеся в арсенале средства, а средств в арсенале много для того, чтобы вернуть Михаила Саакашвили домой. Я считаю, что это возможно, если есть политическая воля первого лица. Почему продукты в Украине становятся дороже, чем за кордоном? Валентин, Франківск, 41-й год. Потому что у нас любят наживаться на населении больше, чем за границей. Что бы вы сделали, если бы вы были главнокомандующим ЗС Украины? Илля Рівна, 36 лет. Я не задумывался над этим вопросом, но я прекрасно понимаю, что украинскую армию нужно серьезнейшим образом и быстро модернизировать. И нужно как можно быстрее повысить зарплаты солдатам-офицерам. Как можно быстрее. Это должна быть сегодня в условиях войны с Россией самая почетная работа – служить в вооруженных силах. Человек, который служит в армии, должен получать минимум 1000 долларов в месяц. Минимум. А те, кто на переднем крае, 2-3. Сколько надо? Вітаю. Кто, на вашу думку, зараз честь и совесть нации? Дякую. Олександр. Минск. Киев. Они умерли, к сожалению. Амосов, Ступка, Лобановский. Умерли. Серед живых. Складно? Я промолчу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...